А теперь обо всем подробнее. В минувшую субботу губернатор Иркутской области с рабочим визитом прибыл в Ангарск. Игорь Кобзев побывал на предприятиях, объектах ЖКХ и спортивных учреждениях округа. Большое внимание было направлено на социальную сферу. В частности, глава региона посетил объединенную городскую больницу, бывший военный городок, а также пообщался с жителями. Подробнее об этом расскажем в сюжете. Качественное оказание медицинских услуг и строительство социальных объектов – это один из главных приоритетов властей при Ангаре. Поэтому большая часть рабочей поездки губернатора региона Игоря Кобзева была посвящена именно этим двум направлениям. В Ангарске на сегодняшний день более 600 человек находятся в списке на обеспечение жильем. В прошлом году около ста из категории детей-сирот получили ключи от квартиры. Они находятся в микрорайоне Новый Четвертый. Часть из чего не заселяется, с учетом того, что перевозят имущество. Но мы договорились несколько направлений, которые мы будем сопровождать. Первое, что муниципалитеты берут на себя трудоустройство ребят, которые здесь приобретают или получают жилые помещения, особенно там, где семейные уже пары, там, где есть малолетние дети. То есть и трудоустройство в детские сады, в школы. И второе, конечно, это вообще трудоустройство. То есть здесь должны работать социальные службы, опека для того, чтобы, в общем-то, вот их проживание было понятным для всех нас. И, конечно, все они должны быть трудоустроены. Все квартиры соответствуют критериям, которые были прописаны в момент постройки зданий. Площадь их составляет не менее 33 квадратных метров, а также в каждой есть наличие инженерных коммуникаций, кухонная плита и проведен качественный ремонт. Кроме того, строительная компания установила теплые полы в прихожей и санузле. Со слов новоселов, они более чем довольны полученным жильем. Лично в этом убедился и глава региона. Честно, как на духу? Нормально? Да, знаете, у нас сравнение есть, потому что мы уже жили в таких квартирах, ну, подобных. И это лучше намного, потому что здесь больше квадратов. Даже все проблемы, которые у нас есть, ну, мелкие какие-то инженеры, они все быстро решаются. Еще одно место, которое стояло в очереди рабочего визита – бывший военный городок. Здесь расположен целый комплекс зданий. В настоящее время все они пустуют, но находятся под охраной. В планах властей задействовать их под региональный центр военно-патриотического воспитания «Авангард». На его базе десятиклассники смогут проходить занятия по строевой, огневой и физической подготовке. Такой курс рассчитан на пять дней. Тут стационарная должна быть именно авангардовская база. И как будто бы по всем помещениям и по гектарам оптимально подходит именно это. Здания все капитальные, аварийные, судя по всему, только здания клуба. Остальное все возможно в рамках капитального ремонта восстановить. Губернатор при Ангаре поручил создать комиссию, которая должна определить все возможности использования данной площадки под военный центр. А также рассчитать сумму необходимых вложений. Сделать это необходимо до середины следующего месяца. Также особое внимание уделили Ангарской городской больнице. Это медучреждение было образовано в прошлом году путем слияния трех больниц. Сейчас в зданиях идет текущий и выборочный капитальный ремонт, а также перераспределение отделений. То, где мы сейчас находимся, это пятиэтажный стационар и трехэтажная поликлиника. Из пятидесятикоечного отделения хирургического и урологии уедет в роддом. Здесь восьмидесятикоечное отделение переедет в корпус другой. Он тоже в составе этой больницы. Здесь за счет того, что ОХЧ переведется в перинатальный центр, увеличится площадь травматологии и увеличится отделение реанимации. По словам губернатора Приангарья, главная задача властей и администрации медицинского учреждения – это сделать помощь пациентам еще более удобной и доступной. Уже привлечены новые специалисты, закуплено современное оборудование, а также внедрена в работу дистанционная запись на прием к врачу. А благодаря переезду отделений перинатального центра в другие здания больницы освободились дополнительные площади. Они будут переданы Ангарскому медицинскому колледжу, а в образовательном учреждении после проведения ремонта будет открыто общежитие для медиков и студентов. Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин, Местное время.